Мы еще раз всем говорим доброе утро и напоминаю, что до самого семейного и доброго праздника в году осталось совсем немного. Всего две недели. Две недели и по этому случаю у нас очень-очень праздничный гость сегодня в студии. Я бы даже сказала, очень новогодний гость Дедушка Мороз. Здравствуйте, Дедушка Мороз! Дедушка Мороз! Здравствуй, внученика! Здравствуй, внучок! Здравствуйте, люди добрые! Сразу Нового Года, поверьте! Да, мы знаем, что в воскресенье прошел парад Дедов Морозов, это правильно, да? Да, верно, верно. И вы, главный Дед Мороз, зажгли красавицу зеленую. С первого раза, внучок, с первого раза. С первого, да? Все потому, что народ здесь дружный и радушный. Скажите, пожалуйста, как заслужили звание главного Деда Мороза? Ну, начнем с того, что родился я в далеких странах северных, где холодно, холодно, давным-давно. А остальные Дед Морозы не родились, да? Есть у меня еще братья, но так как я самый мудрый из всех, был избран самым главным. Сколько лет вам, Дедушка Мороз? Да за сотню уже точно. Сам потерялся в летоисчислении. Ну, сохранились так неплохо, я вам скажу. Это все снега, морозы, да, поддерживают? Особая, да, особая атмосфера у меня была. Берите на заметку все. А кто решил, что вы самый мудрый, Дед Мороз? Я думаю, остальные Деда Мороза, наверное, обижаются? У нас было голосование. Были проведены интеллектуальные игры на знания новогодних сказок. А мы не подготовились. Можно было Деду Морозу устроить экзамен, да? Да, проверить, насколько он. А можете нам тогда, может быть, какой-то устроить? Экзамен? На внучат, да? Первый конкурс состоял из новогодних стишков. А ну-ка, внучок, расскажи мне что-нибудь. Эм... Прозвольте, пожалуйста. Теряна нарядная на праздник нам пришла и много-много радости детишкам принесла. Как верно ты угадал. Это же я рассказывал на конкурсе. А я думал, это я... Проницательно, проницательно. Да, я думал, это я вчера сочинил. Нет, нет, ты подсмотрел, видимо. А теперь давай, а ну-ка, спросим у внучки. А я вот пела у тебя, братец. У меня у внучки спросили. Ты знаешь, мы с Дедушкой Морозом ждем, когда ты что-то нам скажешь. У лукоморья дуб зеленый, золотая цепь надубит он. И днем, и ночью кот ученый все ходит по цепи кругом. Дальше могу продолжать, но не будем. Умные, образованные люди. Классики – это прекрасно. Не помним мы тех стишков, которые рассказывали в детстве, к сожалению. Я помню, он просто стесняет Дедушка Мороза. Я не вижу, что у него подарки, нет для меня подарков. Так раздарил уже все. Подарк, подожди, во-первых, еще не Новый год. А, да, точно. Дед Мороз пока только запасается подарками, поэтому уже то, что он к нам пришел, это для нас уже подарок. Ну, а 31-го, может, если что, будем ждать как раз-таки во всеоружии вас. Расскажите, пожалуйста, часто ли вас боятся дети? Так а почему они меня, внучника, должны бояться? Я же Дедушка Мороз, я им счастье приношу, чудо, подарочки. Я просто помню, что… Я просто сама боится немного, поэтому ей интересно. Я поэтому так… Нет, помню, что дети обычно реагируют по-разному. Кто-то очень хочет Дедушке Морозу даже на ручки, да, там посидеть, рассказать стишок, чуть ли не на ушко. Другие дети вот прям до слез боятся подойти. Никогда не понимая, почему я… Нет, все детишки приветливо меня встречали в это воскресенье. Да? Средавали свои письма, загадывали желания. Что загадывают сейчас детки? Ой, много чего они хотят. Счастье, здоровье, благ разных. Но это самые добрые такие подарки. Самые добрые. Сейчас просто дети бесстрашные, поэтому они ничего не боятся. Дедушка Мороз, здравствуй, давай подарки. Так и говорят, так и говорят. Много ли в воскресенье на параде Дедов Морозов было людей, гостей нашей столицы? Была целая толпа, так много людей я еще давненько не видел. Ну за стой чем-то лет, что не видели так много людей? Впервые, внученька, впервые. Что вы делали, кроме того, что зажгли главную зеленую красавицу? Понимаешь, внученька, хотели женить их. Дедов Морозов? Да, на доченьках Еги, бабули Еги. Кощей вмещался. Не получилось в итоге? Не вышло. А зачем вам такие невесты? Расторгли сделку. И все разошлись потом? Выгодные были, да, невыгодные. И разошлись. Вот так вот. То есть история не закончилась хэппи-эндом? То есть нет счастливого конца? Ну елочка ведь зажглась ночок. Это и есть хэппи-энд. Главная цель все-таки была елка. Конечно, конечно. Как вам, Дедушка Мороз, наша елка студильная? Очень, я бы сказал, декоративная она. Не, ну вы что? Но она так украшена. Пощупать, и тут земля. Она украшена ярко, огоньки есть. Все как положено. Мы готовились к вашему приходу. Все как положено. Спасибо, внученька. А пахнет тогда. Удивила старика, удивила. Скажите, насколько сложно быть Дедом Морозом? Любая работа, если она тебе по душе, это уже совсем не работа. Поэтому любите свою работу, и вы не проработаете ни дня в своей жизни. Да, где-то мы читали. Великие цитаты Дедов Морозов. Скажите, вы родились Дедом Морозом, Дедушка, или им стали? Знаете, как говорят, волшебником не рождаются, а волшебником становятся, да? Родился я маленьким хрустальным мальчиком на северных далеких краях. Нашей Каменке? Именно в Каменке. Есть такой городок маленький на Северном полюсе. У вас, видимо, такой же есть. Да, да, это наш Пренестровский Северный Польск. А сейчас где живете, если родились в Каменке? А сейчас я много путешествую. Но исключительно по Пренестровью? Нет, вы что, внученька, по всему миру, по всему миру. Но сначала, я надеюсь, наших Пренестровских деток балуете. Конечно, сначала Пренестровских деток дарю им счастье, тепло и чудо. Скажите, пожалуйста, а что вы делаете летом? Летом улетаю в свои северные края на санях, где дыхаю в своем ледяном дворце. Ну, у нас, честно говоря, достаточно прохладно сейчас в студии, потому что для того, чтобы Дедушка Мороз не растаял, мы включили кондиционер, но нам со Стасом так достаточно свежо. Главное, что Деду Морозу нравилось. Спасибо, внучок, спасибо. Ты все, я смотрю, рассчитываешь на подарок, да? Да, очень, я делаю вам комплименты. Жди под елочкой, жди под елочкой. Дедушка Мороз, расскажите, что необычного, может быть, исполняли дети или просили у вас самое запоминающееся? Чем удивляли дети? Может быть, какие-то необычные подарки просили? Они рассказывали очень теплые и интересные стишки различных русских классиков. Не как у нас с Яной, да, сегодня? Мне вы очень понравились, очень хорошо вы знаете стишки. Русские классики. Удивили, дедушка, удивили. Хорошо учились в школе. Да. Поэтому я был очень рад тому, какой у вас грамотный народ в Приднестровье. А если вот вернуться к этому событию, параду Деда Морозов, какая миссия у главного Деда Мороза? Миссия главного Деда Мороза – это прежде всего дарить добро, счастье и подарочки, возглавлять парад своих братьев. Вышли во главе, значит, да? Да, да. И зажигали елку именно вы. Именно я и вместе со своей дорогой внученькой Снегурочкой. Скажите, подсчитывали ли вы, сколько детей успеваете осчастливить в новогоднюю ночь? Как вы, кстати, по трубе пробираетесь, через входную дверь, через окно? Все зависит от конструкции сооружения. По-разному. Чаще всего по трубе. А если это квартира? Иногда через форточку. В данном случае, если квартира... О, есть магия волшебная. Как ветерочком таким, да? Я щелкаю пальцем и сразу становлюсь уже. Как сквознячок, да, такой? А договаривайтесь с родителями заранее, чтобы открыли вам форточку или как? Нет, нет, нет. Родители в это время спят. О моем существовании они даже не догадываются. У вас просто есть ключи от всех квартир, да? Именно, внучок, именно. Но исключительно для благих целей, да? Исключительно для благих целей. Ну, дедушка, что, мы тогда поздравляем вас с наступающим Новым годом. Я думаю, что для вас это тоже самый главный праздник в году. Желаем вам терпения на всех детей и взрослых. Взрослые-то наверняка тоже просят у вас подарки, когда видят? Конечно. Чтобы вам хватило сил и бодрости. Мы тоже тогда напишем письма вам и передадим сразу вот сейчас после нашей беседы. Хорошо, можно так? Пользуясь нашим служебным положением. Ждите подарочек под елочку, обязательно письмо. Да, хорошо, спасибо вам большое. Была праздничная такая беседа. Рядом посидеть с Дедушкой Морозом. Своим ростом, Стасик, на коленке так Дедушки Мороза уже не сядут. Да, к сожалению. К сожалению, но помню, были времена. Да, мы затронули тему парада Дедов Морозов, который прошел в воскресенье. Я предлагаю немного больше об этом узнать и, собственно, увидеть, как это было, благодаря нашему следующему сюжету. Да, вместе с вами была наша Катюша Белогрива. Она поговорила со всеми Дедом Морозами, провела с ними время. Предлагаю посмотреть, как это было. Так.